Евразия Самый большой континент нашей планеты Эти бескрайние степи и могучие горы Еще тысячи лет назад стали колыбелью тюркского мира Я Самат Толыгбай, журналист и исследователь Я иду по следам общих предков По следам тюркских племен и народов Которые, уходя из наших степей в разные стороны света Зародили великую кочевую цивилизацию Тескулов Номац Изучая прошлое, созидать настоящее, чтобы строить будущее Страна бескрайних гор, кристальных рек и прозрачных озер Кыргызстан Это не только соседняя с Казахстаном республика С народом этого государства нас связывает многое Подтверждает это и поговорка, которая есть у обоих народов В ней говорится, что казах и кыргыз были рождены вместе И в основе нашей взаимосвязи лежат, конечно же, тюркское происхождение, общая религия, похожие язык и этика, а также сходство традиций Моя цель – побывать в самых отдаленных аулах Кыргызстана И познакомиться с людьми, которые смогли сохранить самобытность древнего народа Но любое путешествие начинается, конечно же, со столицы Это Бешкек – крупнейший город страны Он расположен на севере Кыргызстана у предгория Теньшане В разные времена его называли Пешпек, Фрунзе Своим географическим положением город обязан великому шелковому пути Гуляя по столице, я понял – это не город небоскребов Но Бешкек прекрасен своими широкими улицами Старинными зданиями, утопающими в море зелени Удивил меня в центре города ряд древних изваяний Это Балбал Тасе Я думал, что это копии от современных мастеров Но оказалось, что это артефакты, собранные с разных уголков Кыргызстана Главную площадь Бешкека украшает гигантский памятник Посвященный великому Батыру Манасу Он герой известного эпоса А потому в ходе своего путешествия Мне непременно надо будет узнать о нем как можно больше А пока я решил прогуляться по Бешкекским скверам Прекрасная атмосфера Бабушки с внуками, мамы с колясками, влюбленные парочки Заметил, что бешкекчане очень близки к искусству Например, гуляя в парке, можно забрести на выставку художников под открытым небом Работы одна интереснее другой Везде прослеживается национальный колорит и дух народа Что я вам и говорил Бешкек не просто столица, а культурная столица страны Вышел из галереи и оказался в необычном книжном магазине Необычный, потому что владельцы магазина устроили небольшой этнографический музей Это вещи, предметы быта, украшения Все они принадлежали в разное время жителям славного бешкека Среди всех экспонатов мое внимание привлек вот этот традиционный ковер Относящийся к прошлому веку Такие вышивали издревле женщины кочевых народов И украшали ими стены юрты Но здесь меня заинтересовали рисунки Посмотрите, на одном полотне изображена практически вся история кыргызского народа Например, вот мать Олениха По легенде, кыргызский род произошел именно от нее Далее изображены сцены из кочевой жизни Различный скот, юрта Вверху, посмотрите, горы Алатау У подножья которых и живут кыргызы После, мне кажется, это сцены из героического эпоса «Манас» Я уже говорил, что это произведение играет важную роль в кыргызской культуре Здесь изображены сцены из сражений, которые описываются в эпосе Следующая миниатюра отображает более современный период Точнее, скажем, посвящена она событиям прошлого века Периоду советского Кыргызстана Я, честно, удивлен этому полотну То есть мастерица скрупулезно вышила всю историю своего народа Делая акценты на детали, которые идентифицируют кыргызов как древнюю нацию К слову, в этот импровизированный мини-музей вход абсолютно свободный Меня приятно удивляет именно эта черта кыргызстанцев Умение где бы то ни было хранить свою историю и культуру Тому еще одно подтверждение – ресторан национальной кухни Я, оказывается, с утра еще ничего не ел Поэтому решил заглянуть в этот уютный ресторан Сейчас я готов съесть целого барана Так что давайте не будем ждать Это не ресторан, а настоящий музей под открытым небом Ощущение, что я оказался где-то в средневековье Хоть книжный магазин, хоть ресторан, кыргызстанцы везде стараются сохранить истоки из прошлого Вот посмотрите На территории заведения организована небольшая экспозиция с предметами быта Какими пользовались кыргызские кочевники в прошлом Вот, например, ступа С ее помощью перемалывали крупы Вот сундуки, седла Все предметы очень похожи на те, которыми пользовались и казахские кочевники А это еще раз подтверждает, что мы братские народы Имеющие много общего и в культуре, и даже в быту Долго гулять по территории ресторана не получилось из-за усилившегося дождя Заглянул в домик, где я должен был обедать И встретил того, кто мне будет очень полезен в подготовке этого выпуска Это кыргызовет Мелис Муратали Человек, исследующий историю и культуру своего народа уже много лет А у меня много вопросов Мелис Ага, я очень рад нашему знакомству Меня зовут Самат, я приехал к вам из Казахстана Меня интересует культура и история кыргызов Мы очень похожи, мы соседи А потому за пиалой чая мне было бы очень интересно послушать вас Спасибо, добро пожаловать Не зря говорят, казахи и кыргызы были вместе рождены Если у птицы два крыла, то я бы назвал этими крыльями наши два народа Сейчас мы только-только изучаем свою историю Ведь за советский период и время царской России Наш образ жизни существенно изменился Потому как была огромная держава, великое государство И внутри него мы не должны были потерять историю и культурное наследие Своей маленькой страны Итак, если заглянуть глубже в историю То предки современных кыргызов заселяли бассейн Енисея и Южную Сибирь В эпоху тюркских племен они создали кыргызский каганат В которые вошли Алтай, Иртыш, Тыва и восточные Саяны В результате давления Монгольской империи Алтайские правители были вынуждены перебраться на склоны Теньшаня Греки называли кыргызов херкисами Арабы и персы – сядзасы В тюркских и уйгурских источниках они так и назывались – кыргызы В древних источниках есть много упоминаний о кыргызах Самые ранние встречаются в китайских письменах Например, в III веке до н.э. в китайских исторических хрониках Щи Цзы Отмечается, что кыргызы проживали в предгорьях Борой-Хор на востоке Теньшаня Также о енисейских кыргызах говорится в исторических записях Сыма Цяня Вот так там описывали государства енисейских кыргызов Почвы болотистые, зимы снежные Женщин больше, чем мужчин Мужчины носят серьги в ушах По характеру отважные и сильные Носят белые валеные шляпы Они знают сезоны и 12 месяцев У них развито земледелие, а также разводят крупных лошадей Основная еда – мясо и молоко Кстати, о белых колпаках А ведь и сегодня кыргызские мужчины пользуются этим головным убором Колпак – это не просто головной убор Это символ нашей нации Посмотрите на колпак Его называют Ак-колпак, то есть белый колпак Заостренный верх символизирует белоснежную вершину А вот снизу, подвернутые поля с каемкой Это кыргызский народ, живущий у подножья этих гор Это кыргызский народ, живущий у подножья Эпос «Манас» – это культурный феномен и духовное наследие кыргызского народа Его принято считать самой длинной эпической поэмой в мире Человека, исполняющего эпос, зовут Манасчи Главный герой эпоса – Манас Это мудрый и великий батыр Нет никаких прямых доказательств того, что он существовал на самом деле Но то, что эпос описывает действительно исторические события, несомненно Об этом говорит и место действий, которое охватывает территорию между Алтаем, Хангаем, Енисеем и Средней Азией Если говорить об эпосе Манас, то это отдельный, целый мир У нас так говорят – мир Манаса, традиция Манаса Например, мы сейчас живем в этом мире Для покойных существует иной мир А Манас – это отдельный мир Для нас эпос священен Манас невозможно выучить Никто не сможет выучить, потому что это невозможно Знание приходит как видение Например, когда-то записали Манасче по имени Саякбай Переложили на бумагу и посчитали Там была цифра 500 553 Это не количество слов Это количество строк Сейчас эпос Манас занесен в Книгу рекордов Гиннеса Как самый длинный эпос В мире нет больше другого такого произведения Наш Чокан Валиханов был одним из первых, кто изучал Манас Он с удивлением писал, что существуют у кыргызов сказители Которые исполняли Манас в течение нескольких дней без остановки Действительно, это феномен Ведь никто из монасты не заучивает слов Сказания по их словам приходят свыше Будучи не просто журналистом, но и исследователем Я всегда стараюсь ездить туда, где мои коллеги еще не бывали Поэтому из столицы я решил отправиться на самый юг страны Первая остановка на моем пути – древний город Узгень Расположенный в Оржской области Он славится самыми ранними образцами архитектуры времен караханидов Узгеньский минорет Возведенный с десяток веков назад караханидскими архитекторами Сегодня он стал главной достопримечательностью Узгеня Появление башни было связано прежде всего с распространением ислама в Средней Азии Минарет использовался с тремя целями Во-первых, с него призывали к молитве Во-вторых, он служил сторожевой башней И в-третьих, он был символом столицы караханидов Слово «минарет» на арабском языке означает «дающий свет» Глядя на башню снаружи, можно заметить, что она состоит из 11 частей И каждая из них имеет свои узоры Здесь можно увидеть разнообразные геометрические фигуры и изображения растений Выбивали рисунки прямо на кирпичной кладке Очень красиво смотрится Не меньше впечатлений оставляет мавзолей караханидских правителей Их каргызы называют кумбезами На первый взгляд комплекс кажется единым зданием На самом деле, все три купола были возведены в разное время С интервалом в 100-150 лет Самый древний из них тот, что в центре Его возвели в конце IX-начале X веков Все эти памятники указывают на то, что узгень в те времена Был центром архитектурного искусства Действительно, в XII веке этот город являлся столицей восточного ханства караханидов О древности говорят и различные надписи на камнях Фрагменты керамики, которые сейчас хранятся внутри мавзолеев Два с половиной года назад В ходе раскопок археологами Были обнаружены глиняные водопроводные трубы Длиной 38 метров Все это указывает на то, что в узгене цивилизация была развита еще много веков назад Узгень располагался на Великом Шелковом пути посреди двух рек Это был центр с быстро растущей торговлей Здесь также было хорошо развито и сельское хозяйство Местное население использовало воду из кородории для выращивания риса К слову, уникальный вид риса того времени Узгень сохранил и сегодня В моих руках один из древнейших сортов риса Его называют «жемчужиной узгеня» Обрабатывают его, к слову, тоже по старинной технологии на водяных рисорушках Вы видите за моей спиной рычаги с огромными пестами Ата, расскажите про уникальный рис Этот сорт риса называется дивзира Он самый старый и самый лучший Сейчас мы, конечно, выращиваем и другие виды Но хорошая дивзира только наша Дихкани ее сеют, собирают, чистят, сушат, рушат И так кормят свои семьи Этому аксакалу уже перевалило за 90 Сеяли и рушили рис и его отец, и дед, и даже прадед Словом, ремесло это переходящее от поколения к поколению И рушат рис здесь так же, как когда-то прадеды С помощью водяных рисорушек Только старинным методом Высушенный и рушенный рис будет настоящим Говорят Дихкани Красновато-бурый рис выращивается по всей территории Ферганской долины Но именно в Узгене сочетаются идеальные климатические условия Необходимый минеральный состав почв И, конечно, старинные традиции возделывания риса Это самый дорогой, элитный рис Который считается наиболее подходящим Для приготовления праздничного плова Его привозят на базары всей Средней Азии Итак, эти огромные рычаги предназначены для того, чтобы рушить рис Простыми словами, песты с металлическими набалдашниками Установленные на рычагах При ударе отшелушивают оболочку риса Перед этим Дихкани моют, хорошенько сушат зерно К слову, рушить можно только прошлогоднее сырье Хорошо просушенное Рисовое зерно должно быть крепким Чтобы не разрушиться под пестом А лишь скинуть оболочку Весь механизм приводится в действие с помощью водяной мельницы И неизменно крутятся вот уже много веков Лопасти, двигая тяжелые песты С помощью которых рождается легендарная Дивзера Да, сколько воды утекло с тех пор Как однажды Дихканин положил в рисорушку свой первый урожай У этого риса невероятный запах И, наверное, он прекрасен на вкус Мои кыргызские коллеги настоятельно рекомендовали мне есть плов только в узгене Теперь я понимаю, почему И обязательно попробую его здесь Вообще плов Исклонно узбекское блюдо Узгень славится им Потому как находится в Серганской долине На границе с соседним Узбекистаном Так, благодаря влиянию и смешению братских культур Появилось это наивкуснейшее блюдо Узгеньский плов Итак, плов из риса Дивзера с многовековой историей Передо мной выглядит очень аппетитно Как же нравится мне моя работа Езжу по братским странам Знакомлюсь с культурой И, что очень немаловажно, с местной кухней В общем, я всегда сыт и доволен И после вкусного обеда полагается десерт И за ним я тороплюсь прямо на пчелиное хозяйство Буду пробовать Алайский мед Алайский район Самый высокогорный регион страны Эти места славятся своей красивой природой Здесь хорошо развиты сельское хозяйство и пчеловодство И это неудивительно Ведь мед, собранный на высокогорном разнотравье А высота здесь над уровнем моря достигает полутора тысячи метров Не может быть невкусным Это хозяйство занимается не просто сбором меда А производством племенных пчел Признаюсь честно К ульям с неутихающим роем подходить страшновато Но раз уж я решился приехать сюда за медом То отступать уже некуда Итак, мы возле пчел Это их домики? Да, корпусные улей последнего образца Сейчас только с одним этажом А будет два? Да, к концу лета Что мы здесь сейчас будем делать? Произведем контрольный осмотр Сколько ячеек, сколько в улей пчел Есть ли у них еда? Сколько пчел живут в Рое? Где-то шесть-семь тысяч Ого, семейка из семи тысяч пчел Ну, давайте, с Богом Открываем Главное, чтобы не покусали Давайте А это что? Это для регуляции температуры в улье А, летом убираете его? Нет, он регулирует и теплый воздух, и холодный Ого, сколько их тут Эта палочка противомикробная Понял Здесь шесть частей Где-то здесь живет их матка Попробую найти ее Сегодня пасмурно Может и не показаться Все, что я понял Это то, что у этой многотысячной семьи Только одна матка Скажем, королева Она здесь откладывает яйца Из которых через 28 дней Появляются новые пчелы С увеличением их количества Увеличивается и количество секций Этот процесс будет длиться до конца весны Только тогда можно будет собрать Первый урожай меда Признайтесь, у каждого из вас Есть свои фобии Вот я боюсь пчел Но сейчас Здесь На Кыргызской земле Я поборю свой страх Я попробую вытащить секцию С роем пчел Сделаю это собственноручно Можно? Да, да Вы только посмотрите на это Все, будем считать Что я поборол свою фобию Не знаю Может от того, что я все-таки Потомок великих кочевников Но кажется Легче разводить лошадей Ну или овец А не многотысячную армию Этих существ Но местным жителям Пчеловодство по нраву Они и укусов не боятся А ведь некоторые люди Укусами пчел Лечат различные заболевания Я лично Не совсем приветствую Этот метод Ведь известно Что после того, как пчела жалит Она погибает А значит На одного медового добытчика Станет меньше Мне стало интересно Зачем нужны племенные пчелы Маток которых, оказывается Доставляют сюда Из Украины По словам же пчеловодов Карпатская порода пчел Гораздо лучше может добывать мед В таких высокогорных местах С ними производство меда Увеличивается на 70% Пчеловодство занятия Требующее большого терпения А потому хочу пожелать этим людям И больших объемов урожая меда В эти полчаса Я постарался уложить Самое интересное С чем сегодня познакомился Проделав немаленький путь На юг Кыргызстана Впереди меня А вместе со мной и вас Ждет увлекательное путешествие Дальше за Алайский хребет К подножью Великих Памирских гор Дальше за Алайский хребет